С такой по традиции звонкой трели до 1200 учеников в 32-й средней школы начался новый учебный год. Для первоклашек долгожданный, для выпускников ответственный. На торжественной линейке, держав руках цветы, стоя бок о бок с одноклассниками, одни школьники еще вспоминают о лете, в то время как другие настроены исключительно на учебу. Настроение отличное, набрались сил после каникул, в школу рады идти. Ну готова ты к учебным будням? Думаю, что да, буду стараться работать на хороший аттестат, потому что нужно поступить в нормальный вуз. Буду стараться. С Днем знаний школьников и учителей учебного заведения поздравил мэр города Александр Рогачук. Обращаясь к участникам торжественной линейки, градоначальник отметил, что в прошлом году руководством образовательной системы областного центра было принято решение дать стат реконструкции школьного пищеблока. В итоге уже сегодня, 1 сентября, обновленная столовая принимала своих первых посетителей. Мы в первую очередь ориентировались на то, чтобы он был функционален, то есть на нем должно быть удобно работать. Второй момент – это выполнение санитарных норм и правил, чтобы все помещения соответствовали, технологические процессы соответствовали современным всем требованиям, и, соответственно, чтобы на выходе продукция была красиво оформлена, вкусная для детей. Сегодня в 32-й школе из 1200 детей – 400 из многодетных семей. Для них, как и для остальных учеников, возможность получать здоровое питание – необходимость для полноценной реализации учебного процесса. В ходе знакомства с новым пищеблоком мэр города отметил, что сегодня в областном центре идет большая работа по искоренению понятия «периферийная или окраинная школа». И 32-я в этом плане яркий пример. На очереди – капитальный ремонт спортивного зала. Пример школы номер 32 показывает, что есть хорошая возможность и окраинные районы, районы индивидуальной застройки обеспечить хорошими нормальными учреждениями образования. Поэтому те миллиарды рублей, которые вложены сюда – это деньги, вложенные в наших детей, в наше будущее. В целом, хочу сказать, что мы ведем комплексное обустройство данного района за счет областного бюджета. Здесь идут большие работы по прокладке коммуникаций. Прежде всего, канализация, водопровод. Намечено асфальтирование двух улиц – улица Березовская и улица Строительная – на следующий год. Поэтому здесь будет комфортабельный, хороший, красивый район города Бреста. Торжественная линейка по случаю Дня знаний прошла и в университете имени Пушкина. Для ректора вуза Анны Сендер – это двойной праздник. 1 сентября она принимает не только первокурсников в университетскую семью, но и празднует свой день рождения, с которым ее поздравил лично мэр города и администрация «Альма-Матер». Каждый год в нашу семью добавляются студенты. Вот в этом году тоже 1400 студентов стали первокурсниками. Причем мы очень довольны в этом году набором студентов. Это студенты с высоким баллом по централизованному тестированию, победители Олимпиад республиканских, международных. И наша студенческая семья прибавляется молодыми людьми, которые хотят учиться у нас в университете и делать успехи творческие, научные, учебные в своей стране. В этом году Брестский государственный университет имени Пушкина отметит свой 70-летний юбилей. По этому случаю решением руководства области и города был дан стат компании по благоустройству входной площади вуза, что, кстати, уже сделано, а также реконструкции столовой общежития номер 2, окончание которой ждут уже в конце этого месяца.